Здравствуйте, товарищи, наши взрослые, и родители, и водители, и наши участники, все, кого мы пригласили, и все, кто с нами принимает сегодня участие. У нас как бы акции, мы уже к нашим акциям привыкли, но мы решили это сделать в необычном ракурсе, да? Вот смотрите, наши детки очень старались, да, ребята, старались? Да! И сделали такие сердца. А что такое сердце? Сердце – это олицетворение любви, олицетворение добра, да? И наше сердце сегодня называется «Сердце безопасности дорожного движения». Все вместе за соблюдение правил дорожного движения, взаимного уважения и человеколюбия на дорогах. Ученики восьмой школы, их родители и представители автошкол города участвовали сегодня в акции «Храните наши сердца». Почему именно сердечко мы выбрали за основу? Потому что сердечко состоит все-таки из двух половинок. И провели мы такие параллели. Сердечко – детская половинка, и одна половинка – это родители, да? Можно провести еще параллель между пешеходами и водителями. Как правило, мы всегда привызываем к вежливости и к взаимоуважению, потому что без этого, как правило, сейчас, в последнее время, происходит очень много ДТП именно на пешеходных переходах. Сегодня мы клеили сердечки к машинам, флаги туда ставили и рисовали эти сердечки. Какие советы дадите детям из других школ, кто не участвовал в акции? Давайте все будем внимательны на дорогах. И если мы даже не видим машину, мы все равно будем очень внимательны. Хэштег уникальный пока, храните наши сердца. Мы его придумали и думаем его внедрить и проводить в дальнейшем, использовать и проводить дальше акции под этим хэштегом за безопасность дорожного движения. Дети подготовили бумажные сердца с пожеланиями. Взрослые на практике на своих машинах показали, что аккуратное и внимательное вождение безопасно для всех участников дорожного движения. В этой акции участвовали 3-й и 4-й класс. Они с удовольствием рисовали сердечки, писали на них обращение к взрослым водителям, чтобы они пропускали их на пешеходном переходе, соблюдали скоростной режим, обращали внимание на знак «Дети», около школы особенно были внимательны. Ну и, конечно, в первую очередь это было обращение к родителям, которые забирают детей из школы. Должно быть специально удерживающее средство для перевозки ребенка. Ну и, конечно, сами ребятки у нас молодцы. ДТП у нас в школе не случается. И, к счастью, мы очень рады, что наши ребята знают правила дорожного движения и соблюдают их, что самое главное. Ну что, парни, как вам акции? Нормально. Вы кружок сделали, что поняли для себя, как реагировали другие участники дорожного движения? Все на нас смотрели, даже глаз не отрывали. Это понравилось само акции? Очень сильно понравилось. Как считаете, какая главная цель? Главное, чтобы все увидели, все поняли, что не надо превышать скорость, не нарушать правила. А вот вы пока ехали, кто-то успел нарушить? Нет. Нет. Надо особо одежду надевать, чтобы там светились полоски, чтобы было детей видно в сеноте. Что ты узнал для себя с сегодняшней акции? Я знаю, что на дороге надо быть аккуратным, внимательным и знать все правила дорожного движения. Они должны быть внимательны, и когда видят пешеходный переход, главное все равно посмотреть по сторонам. Не надо спешить, когда переходишь, пешеходный переход, и иди всегда по правой стороне. Что должны сделать родители и взрослые? Они должны внимательно смотреть и обращать внимание на детей. Они должны останавливаться, когда дети выходят и ходят по зебре из школы. Принять участие в акции «Храните наши сердца» может любой взрослый и юный житель страны. Помогайте друг другу соблюдать правила, делитесь впечатлениями, фотографиями и видео в соцсетях, и все вместе мы сделаем дорогу добрее и безопаснее. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев. Для программы «Городские вести». Андрей Милентьев, Сергей Григорьев.